12 впечатляющих свойств лука для вашей кожи и волос Лук можно найти практически на любой кухне. Все знают, что этот овощ полон важнейших витаминов, однако немногие люди осознают, что он также предотвращает тромбоз, замедляет старение артерий и вен и даже снижает уровень холестерина. Но это только верхушка айсберга. Эдми составил список из 12 удивительных и малоизвестных способов применения лука. Например, известно ли вам, что лук может легко вылечить ушную боль и угри? Посмотрите наше видео, чтобы узнать про другие тайные возможности этого супер-овоща. Номер 12. Лук улучшает интимные отношения Ну, это довольно смелое заявление, не правда ли? Тем не менее, все так и есть. Еще древние римляне употребляли лук, чтобы повысить либидо и наладить интимную жизнь. А объяснение этому весьма простое. Лук улучшает кровообращение в конечностях, придавая мужчинам больше сил, желания и выносливости. Кроме того, лук повышает уровень тестостерона, тем самым улучшая вашу сексуальную работоспособность. Итак, если вы хотите стать суперменом в постели, вот что вам нужно сделать. Возьмите средних размеров луковицу, нарежьте ее, добавьте мед и хорошенько перемешайте. Чтобы достичь желаемого результата, принимайте по 3 столовые ложки этого снадобья каждый день утром и после полудня. Номер 11. Лук нейтрализует неприятные запахи. Лук также можно использовать как отличное средство для удаления неприятных запахов. Все очень просто. Нарежьте луковицу, разложите дольки по комнате и оставьте на пару часов. По истечении этого срока просто выбросьте кусочки лука, они вам больше не понадобятся. Вот и все. Никаких специальных приготовлений и всего одна луковица. А какой потрясающий результат! Номер 10. Лук улучшает кровообращение Не только сама луковица, но и ее шелуха имеет массу полезных применений. Внешние слои содержат большое количество антиоксидантов, полезных для вашего здоровья. А еще в луковой шелухе есть диетическая клетчатка и другие питательные вещества, необходимые вашей коже. Как мы уже говорили, лук также улучшает кровообращение. Его действие будет еще эффективнее, если заварить особый луковый чай. Положите несколько кусочков луковой шелухи в чашку и добавьте кипяток. Накройте чашку чем-нибудь и дайте содержимому настояться в течение 15 минут. Затем процедите жидкость и выпейте ее перед сном. Но будьте осторожны! Не стоит пробовать этот рецепт, если вы беременны или кормите грудью. Во всех остальных случаях луковый чай является отличным лечебно-профилактическим снадобьем. Номер 9. Лук поможет вам заснуть быстрее. Если вы страдаете бессонницей, лук поможет нормализовать ваш ночной отдых. Просто разрежьте сырую луковицу пополам и подышите ее ароматом, сделав от 5 до 10 глубоких вдохов. Хотите верьте, хотите нет, но после такой процедуры вы обязательно заснете, как ребенок. Непременно попробуйте этот совет, чтобы попрощаться с бессонницей раз и навсегда. Номер 8. Лук помогает при боли в ушах. К сожалению, есть не так уж много домашних средств против ушных инфекций и боли в ушах. Трудно найти что-то, что подействует быстро и принесет заметное и длительное облегчение. Но не отчаивайтесь, лук и здесь придет на помощь. Его противовоспалительные свойства незаменимы в таких случаях. Просто подержите луковицу в духовке, пока она не станет мягкой. После этого нарежьте ее на ломтики и выжмите из них сок. Наконец, капните несколько капель сока в больное ухо. Лук сделает свое дело, и неприятные ощущения в ухе исчезнут без следа. Номер 7. Лук против опухших ног и лодыжек Опухшие ноги и лодыжки – еще один из тех недугов, с которым сталкиваются очень многие. От него сложно найти эффективное лекарство, но, как ни удивительно, лук быстро решит и эту проблему. Противовоспалительные свойства лука помогают выводить из организма токсины. Чтобы извлечь из этого максимум пользы, следуйте нашему простому рецепту. Возьмите объемный пучок зеленого лука и варите в течение нескольких минут. Далее положите в блендер, чтобы сделать пасту. Затем просто намажьте этой пастой ваши опухшие конечности. Мгновенное облегчение гарантировано! Номер 6. Лук удаляет простудный герпес Большинству из нас приходилось бороться с простудным герпесом, особенно в зимнее время в разгар эпидемий гриппа. Конечно, можно пойти в магазин и купить дорогой крем, но не лучше ли обойтись проверенным домашним средством? Метод лечения предельно прост. Выжмите из луковицы сок и нанесите его на пораженный участок с помощью ватного шарика. Для наилучших результатов делайте это пару раз в день. Луковый сок убьет все бактерии и успокоит зуд. Если вы вовремя заметили проступающий герпес, можно также поесть сырого лука и чеснока. Это и вовсе предотвратит появление болячек. Такое сочетание поможет организму победить инфекцию и не даст ей вернуться снова. Номер 5. Лук лечит перхоть Слишком часто борьба с перхотью заканчивается для нас провалом. Согласно статистике, перхоть есть у каждого пятого жителя планеты. Стоит ли удивляться, что нас постоянно бомбардирует рекламой шампуней, обещая устранить проблему быстро и эффективно? Можно сходить и купить один из этих недешевых продуктов, а можно просто запастись парой луковиц. Попробуйте смешать равное количество лукового сока и сока алоэ вера и аккуратно вотрите смесь в кожу головы. Подождите примерно 10 минут, а затем вымойте голову. Вы можете также сделать смесь со свеклой. Не забудьте сварить свеклу и дать ей остыть, прежде чем добавлять ее в луковый сок. Массирующими движениями вотрите смесь в голову, затем смойте. Вот и все! Теперь вам незачем беспокоиться об этой надоедливой проблеме. Номер 4. Лук и борьба с целлюлитом Если вы уже отчаялись избавиться от раздражающего и неприглядного целлюлита, попробуйте включить в свой рацион лук. Он поможет удалить излишнюю жидкость из клеток кожи, очистит кровь и окажет общее положительное влияние на лимфатическую систему. Лук вылечит целлюлит быстрым и естественным способом, подарив вам красивую, шелковистую и гладкую кожу, о которой вы давно мечтали. Чтобы успешно бороться с проблемой, вам также следует добавить помидоры, лосось, яблоки, темные ягоды, апельсины и темный шоколад в свое ежедневное меню. И не забудьте про зеленый чай! Здоровая пища в сочетании с физической активностью и правильным уходом за кожей превратит целлюлит в неприятное воспоминание. Номер 3. Лук для похудения Лук содержит кверцетин, который ускоряет обмен веществ и, как следствие, помогает сбросить вес. Самое лучшее, что можно сделать для похудения, это начать пить чистый луковый сок. Для этого вам понадобится 1 свежая луковица и 3 чашки воды. Сперва очистите луковицу, затем нарежьте ее, добавьте чашку воды и кипятите в течение 4 минут. Наконец, положите лук в блендер и добавьте еще 2 чашки воды. Ваш напиток готов! Пейте эту смесь 2 или 3 раза в неделю, и лишние килограммы исчезнут прямо на глазах. Номер 2. Лук снижает высокое кровяное давление Высокое кровяное давление – очень опасное состояние, могущее привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы страдаете от этого недомогания, лечение следует начать немедленно, и, разумеется, лук и здесь придет на выручку. Почему? Да благодаря все тому же истинно волшебному веществу – кверцетину. Оно не только понижает кровяное давление, но и уменьшает риск сердечных приступов и ударов. Чтобы убедиться во всех преимуществах кверцетина, просто съешьте сырую луковицу, а еще неплохо выпить 2 или 3 столовые ложки эфирного лукового масла, которое также отлично снижает кровяное давление. Лук содержит серные элементы, которые помогают убрать угри и мешают их повторному появлению. Чудесные противовоспалительные свойства лука хороши еще и против больших, но бухших прыщей. Есть множество рецептов масок для лица, в состав которых входит лук, но мы расскажем вам о самых эффективных. Начнем с маски из лука и овсянки. Овсянка впитывает излишки масла с вашей кожи, удаляет омертвевшие клетки и делает лицо свежим и сияющим. Звучит здорово, не так ли? Что ж, если вы решили попробовать, вам понадобится 1 луковица и пол чашки вареной овсянки. Просто измельчите лук в блендере и добавьте овсянку. Можно также добавить немного меда, чтобы маска получилась более густой и лучше прилипала к коже. Нанесите готовую смесь на лицо и подождите 10 минут, а потом смойте. Завершите процедуру, намазав лицо увлажняющим кремом. Вы также можете сделать более сложную маску, используя 1 яичный желток, 1 столовую ложку оливкового масла, 2 столовые ложки лукового сока и 2 столовые ложки огуречного сока. Смешайте все это, нанесите маску на лицо, подождите 15 минут и затем смойте. Если делать подобные маски 2 или 3 раза в неделю, ваше лицо получит новый заряд молодости и красоты. Какое из применений лука удивило вас больше всего? Расскажите нам в комментариях! Не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться этим видео с друзьями! Подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть еще больше полезных и увлекательных роликов! Будьте с нами на Эдми! До свидания! До свидания! Продолжение следует...